ни для кого не секрет что мощные импульсные блоки питания в момент подключения в сеть 220 вольт потребляют чрезмерно большой ток это называется начальным пусковым током и грамотно организовать ограничение этих пусковых токов немаловажный момент в конструировании мощных импульсных источников питания если блок питания на небольшую мощность или среднюю например это компьютерные блоки питания это led драйвера или импульсные источники питания для светодиодных лент либо менее мощные скажем адаптеры всевозможные с мощностью 100 200 300 ватт то в этих случаях можно обойтись только одним термистером который присутствует почти на всех платах таких блоков питания термистер момент подключения в сеть его сопротивление где-то от 4 до 11 он зависит исключительно от марки термистера при подключении в сеть 220 вольт через термистер протекает достаточно большой ток что приводит к нагреву собственно термистера и именно в этот момент его сопротивление уменьшается но когда на платах стоят мощные электролитические конденсаторы именно они являются виновниками мощных пусковых токов больших вернее пусковых токов то стоит разумеется задуматься над конструкцией плавного запуска схемы для этих целей существуют специализированные схемы soft start или плавного пуска одна из схем сейчас находится перед вами несколько пояснений по схеме сетевое питание 220 вольт кстати тут нарисована схема плавного пуска плюс сетевого фильтра и выпрямителя и еще небольшая часть импульсного трансформатора схема генератора силовая часть выходная часть тут не нарисованы потому что данный именно данная схема плавного пуска может внедряться абсолютно в любой самодельный импульсный источник питания в том числе и промышленный сетевое питание 220 вольт 50 герц через небольшой предохранитель расчетный ток предохранительной и предохранителя исключительно зависит от мощности вашей схемы поступает на сетевой фильтр тут также предусмотрен варистер для защиты от повышенного сетевого напряжения хотя большинстве блоков питания не страшны достаточно большие скачки сетевого напряжения варистер как право берут на 275 вольт при повышении этого напряжения сопротивление варистера резким образом уменьшается и образуется короткое замыкание можно сказать вследствие чего выгорает предохранитель но практика показывает что варистер тоже в этот момент может сгореть хотя и вся остальная схема находится под достаточно надежной защитой дальше у нас небольшой сетевой фильтр организован при подключении в сеть сразу же через ограничительные резисторы заряжаются мощные электролитические конденсаторы то есть основное питание подается именно через вот эти ограничительные резисторы на диодные моста затем уже на электролитические конденсаторы их емкость конечно же зависит от мощности блока питания и как только напряжение на электролитических конденсаторах достаточно для срабатывания схемы у нас можно сказать схема заводится и начинается генерация на вторичных обмотках трансформатора образуется некоторое напряжение одна из вторичных обмоток является обмоткой для питания схемы плавного пуска она ну примерно 12 вольт рассчитанная обмотка самый обычный однополупериодный выпрямитель напряжение выпрямляется и сглаживается в электролитическом конденсаторе емкость этого конденсатора может быть от 47 микрофарад до 330 и больше уже нет смысла минус напрямую подключен к обмотке электромагнитного реле реле берется на с напряжением катушки 12 вольт плюс поступает на эмиттер через ограничительный резистор номинал этого резистора может быть от 10 до 47 ом мощность 0 5 ватт поступает на эмиттер мощного составного транзистора не очень уж и мощного поскольку в данном экземпляре применен составной советский транзистор кт 973 прямой проводимости небольшой диод параллельно обмоткам реле для защиты коллектор составного транзистора подключен ко второму концу обмотки реле также тут от базы к эмиттеру подключен электролитический конденсатор с емкостью в 100 микрофарад напряжение от 25 до 50 вольт этот конденсатор является конденсатором задержки поскольку у нас система плавный пуск плюс задержка при включении чем выше емкость этого конденсатора тем большее время задержки в данном случае где-то 1-2 секунды то есть схема запускается реле замыкается спустя 2 секунды практически и как только образуется напряжение на этой обмотке у нас замыкается поступает в питание для обмотки реле вследствие вследствие чего контакт реле замыкается контакты реле должны быть предусмотрены на напряжение 250 220 250 то есть сетевое напряжение а обмотка на 12 вольт допустимый ток через контакты реле тоже зависит от схемы лучше 10-15 и выше ампер чем мощнее схема тем больше должен быть ток допустимый через контакты реле со схемой думаю все понятно давайте посмотрим как это выглядит на практике кстати забыл также указать что ток ограничения будет зависеть от номиналов этих резисторов желательно сделать так чтобы суммарный суммарное сопротивление указанных резисторов было в районе 40 ом что примерно будет равно где-то 5 ампером начального пускового тока такой ток могут выдержать может выдержать и диодный мост и все остальное что имеется в схеме чем выше сопротивление этих резисторов тем меньше пусковой ток но не стоит гнаться за маленьким пусковым током поскольку это в первую очередь приводит к нагреву на самих резисторов и к большому времени заряда электролитических конденсаторов вследствие чего возможно будет нарушена возможно будет нарушен начальный запуск генератора встроенного который имеется на любом блоке питания вот одна из конструкций самодельных импульсных блоков питания где внедрена именно эта система плавного пуска на блоке мы можем увидеть два электромагнитные реле они предназначены первый из них для плавного заряда то есть плавного пуска входных конденсаторов и второе для выходных конденсаторов составной транзистор средней мощности типа прямой проводимости типа кт 973 может быть заменен на любой импортный аналог очень советую именно ставить составные транзисторы диод который присутствует у нас для выпрямления питания для схемы плавного пуска очень советую взять импульсный то есть в принципе ток не важен от одного ампера можно ставить и напряжение выше там 40 вольт подойдут также и диоды шутки и быстрые ультра быстрые импульсные в общем то любые маломощные диоды начальный ограничитель по которым течет напряжение для зарядки именно конденсаторов три параллельно подключенных резистора двухваттных стоит конечно же использовать мощные резисторы если нет мощных то можно вот именно по этому принципу параллельное соединение нескольких менее мощных резисторов более высокого сопротивления кстати на сайте паяльнику имеется также онлайн калькулятор для расчета параллельного подключения вот резисторов так что можете ознакомиться ну собственно дальше нечего пояснять давайте подключим лампочка накаливания на 40 ватт после подключения где-то спустя две секунды у нас будет небольшой щелчок реле замкнется и основное питание через контакт или уже будет подаваться на саму схему подключаем сеть лампочка должна гореть она достаточно маломощная и все безопасный запуск можно также сделать так чтобы лампочка вообще не горела для этого отключаем спустя некоторое время как только конденсаторы разрядятся вот видели слышали точнее шелчок двойной 1 реле и 2 реле так на выходе у нас конечно же присутствует уже напряжение для того чтобы уже пояснил можно в принципе сделать так чтобы пусковые токи вообще снизить но для этого стоит конечно же использовать более высокоомные резисторы например 100 ом но не стоит забывать что нагрев будет большой на резисторах и следовательно нужно увеличить мощность резисторов например ставить резистор на 10 ватт и так далее это конечно же я думаю что бессмысленная затея на этом все не забывайте подписаться на канал еще раз можете сделать скрин кстати данная схема может применяться не только в импульсных блоков питания но и в сетевых скажем блоков питания для трансформаторных вернее да но только в этом случае в трансформаторных блоков питания система плавного пуска применяется в большей степени для зарядки выходных для плавной зарядки выходных конденсаторов именно эта схема эта часть с ограничительными резисторами нужно переводить в выходную именно часть то есть нам после диодного моста на одну из шин питания выходных можете сделать скрин а мне остается попрощаться с вами не забывайте конечно же подписаться на канал при возникновении дополнительных вопросов можете обратиться на форум сайта паяльник в раздел импульсных источников питания до новых встреч пока